Добрый вечер, уважаемые товарищи! Занятие университета рабочих корреспондентов. Опять у нас небольшое изменение. Понятно, что жизнь богаче инструкций, регламентов и графиков. Да, Константин Васильевич Федотов занят большой серьезной работой в морском парту. Поэтому слово сегодня предоставляется профессору, доктору философских. Профессору кафедры социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного университета, философский факультет. Поскольку мы в рыночной экономике живем, сразу сообщаю, что люди, которые у меня студентами работают, платят за один семестр 65 тысяч рублей. Кого за два семестра 130? Здесь мы читаем лекции, разумеется, бесплатно. И то еще не все ходят. Все ждут, когда начнут здесь брать деньги. Но пока еще мы деньги не берем. Вот у газенного там дешевле. Там всего 40 тысяч за семестр. Но это шутка. Это лекция, которую я сегодня буду читать, посвящена диалектике изменений. Диалектике изменений. То есть у нас разные были подходы и способы рассмотрения вопроса о диалектике. И много было у нас уже говоров о том, что без диалектики ничего серьезного не делаешь. И вообще говоря, сама задача создания нового социализма в России, она не может встать на повестку дня всерьез, если все закончится тем, чем закончилось у нас решением Советского Союза. Только тогда можно говорить о необходимости социалистической революции, борьбе за установление социализма в России. Если мы не зайдем на новый круг, так сказать, подъем, опять спуск. И очередное разочарование в народе. А если мы извлечем уроки, которые были, если мы дознаемся, как у нас произошло в Советском Союзе. Зазнайство, оно началось в самые первые годы еще, с самого начала, после революции. Особенно у тех, кто не занимался революционными делами, тот, кто сразу приступил к управлению. У нас ведь есть люди, которые хотят сразу взять ту власть, которая есть. А если она уже взята, то зайти в нее. И раньше они были, и сейчас они есть. И тогда они быстро, так сказать, начали говорить, что у нас уже это построено, то построено. Хотя, с точки зрения строгой науки, если построен был социализм, то можно сказать, что был построен коммунистический? Вы говорите, что нет, а что такое социализм? А вот не торопитесь, что такое социализм? Социализм нет такой формации. Социализм – это первая фаза коммунистической, общественно-экономической формации. Так? Так. Значит, есть три этапа движения коммунистического общества. Первый этап – начиная с социалистической революции, с установления диктатуры Польтреата, до окончания переходного периода. Это что? Годный период. От чего к чему? От капитализма к коммунизму. Вот это переходный период. То есть, а что такое коммунизм? Коммунизм – это общество, основанное на общественной собственности, на средства производства. И это очень легко запомнить, несмотря на то, что вот это такие общие вопросы, в них, не только вот, скажем, здесь у нас какие-то тут возникли нагласия, в них сорит в литературе, в том числе в социалистической, в левой, можно сказать, страшная путаница. Вечно путают социализм с переходным периодом. Или считают, что социализм – это не коммунизм. Я и другой могу такой вот вопрос на засыпку задать. Вот вы хорошо знаете, что такое классовое общество. Скажите, социализм – это классовое общество или безклассовое общество? Здесь? Да. Классовое или безклассовое общество? Классовое общество или не классовое – вы вернулись. Думаете, вам диалекцию нужно, чтобы уворачиваться от точной и… Неклассовое. Неклассовое. Неклассовое? Раз неклассовое, два неклассовое, говорят. Классовое. Давайте еще раз. Голосовать не будем. Науки не голосуют. Дважды два – семь. Давайте голосовать. И все присутствует. Давайте мы поставим вопрос по-другому. Кизм делится на две фазы. Первый – неполный коммунизм. Это тот коммунизм, который выходит из капитализма и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Неполный коммунизм. Это тот же коммунизм, но освободившийся от этого. Коммунизм как общество? Безклассовое. Безклассовое. Так, значит, в чем отличие социализма от коммунизма? Что это молодой коммунизм, не развитый, не спелый, не зрелый. А полный коммунизм – это развитый, спелый, зрелый. Значит, если бы я вас спросил, вот незрелое яблоко – это яблоко или груша, вы сказали? Не, груша. Яблоко же. Зеленое. Зеленое яблоко. Значит, неполный коммунизм – это коммунизм. Но неполный. Молодой человек – это человек или кошка? Нет, вот спросишь у человека, а безклассовое общество, молодое, оно безклассовое или классовое? Классовое. Это с противоположностей. Как так вот может получаться? Молодое, без класса общество, классовое или нет? Ну, все молодое, без класса. Без класса уже сказано уже. Молодой коммунизм, коммунизм, коммунизм. А если в социализме нет? Ничего я не знаю. Вот я темный человек, я знаю только, что если молодой человек, если человек, то молодой человек, то ли человек. Зачем мне ничего так много знать? Надо уважать мысли, уважать мысли. Если одна мысль есть, то другие мысли, которые вам в голову придут, ее не зачеркнут. Как вы можете ее зачеркнуть? Никак вы не можете ее зачеркнуть. Зеленое яблоко – это яблоко. Зеленая груша – это тоже груша. Молодая кошка – это котенок, но это никак не жеребенок. Ну никак это уже не может получить. Поэтому молодой коммунизм – это коммунизм. Молодое бесклассовое общество – это бесклассовое общество. Молодое нетоварное, непосредственно общественное хозяйство – это непосредственное общественное хозяйство, а никак не рыночное. Никакого социалистического рынка нет и быть не будет. Потому что коммунизм – это не товарное. Кто не знает, что коммунизм – не товарное хозяйство? Есть такие люди? Нет дискуссий-то на эту тему. Нет дискуссий. Все знают, что коммунизм – это непосредственно общественное хозяйство. Но это непосредственно общественное хозяйство молодое. То есть, значит, оно неполное, нерабитое, незрелое. Со следами старого. Со следами выхождения из капитализма. Так оно вышло из капитализма или не вышло? Переходный период закончился или нет? Коммунизм у нас в нашей стране с какого года? Вот и все, спасибо, вот теперь все уже хорошо. С 36-го года. Нет, это не конституция. Нет, конституция это ни при чем. Это дата, когда можно твердо сказать, что вот это примерно с 36-го года. Мы же не говорим, что в таких делах исторических, там год, 3-4, туда-сюда ничего не значит. Сказали вы 36-й или 33-й, 32-й. Это не столь принципиально. Важно, что с момента, когда установилась общественная собственность на средства производства, а частная собственность средства производства была изжита, и частное производство. Остались кто? Кустари, одиночки там и так далее. А в основном, даже в целом, можно сказать, что производство основано общественное. Точно так же, как вот сейчас на Кубе, 1 миллион человек переводят из государственного сектора на самозанятость, как они пишут. Что такое самозанятость? Это то есть на положение мелких буржуа, частных собственников. То есть вы сами что-то найдете, чем вы будете заниматься, ковыряться, и на рынок выносите. Значит, куда переходит Куба? Переходный период от капитализма к коммунизму она переходит. Но всякий переходный период содержит в себе два противоположных движения, становления. Два противоположных движения. Возникновение и прихождение. Возникновение означает движение от ничто к бытию, а прихождение от бытия к ничто. Поэтому Куба вынуждена переходит в то положение, которое характеризуется очень точно. Переходный период. А Китай? Социалистическое государство? Социалистическая страна? Нет. Кто сказал нет? Я сказал. Страна социалистическая. Когда определяется социалистической страной? С момента установления диктатуры рабочего класса. Была Китай установлена? Была. Диктатура буржуя еще не установлена? Переходный период. Значит, страна социалистическая. А социализм построен в Китае? Нет. Вот вам, пожалуйста, эта характеристика переходного периода. Страна социалистическая, социализм не построен. По высотам. А не по основам. Что-то у вас вот все вверх вы смотрите, Владимир Ильич, а я вниз все смотрю. Вы человек большой, конечно, был. Вверх, вверх, вверх. В основу надо смотреть, в глубину. В глубину надо смотреть, какая собственность на средства производства. В Китае есть и частная, и вообще, но в Китае другая, и что такое? Это уклады, уклады, то есть такие, такие, такие. То в программе КПРФ поставлено как идеал. Мы говорим, у нас будет многоукладная экономика. То есть у вас никогда не будет социализм. Поэтому это партия переходного периода. Которая задача построить полный коммунизм не ставит в своей программе. Не только не полный, а никакой еще не ставит. В полном соответствии с диалектикой, как говорит товарищ Герасев, она называется коммунистической. Но если в программе как цель поставлена многоукладная экономика, значит она не ставит в своей цели построить коммунизм. Партия переходного периода. Это прогрессивная партия по отношению к буржазному строю. Нет, это прогрессивная. Прогрессивная. Мы знаем, там есть хорошие люди, они более передовые, чем некоторые. Другие. Буржуазные партии, чем ЛДПР. Которые, так сказать, неоднократно пытались, так сказать, привлечь к уголовной ответственности. В том числе и лидеров. Ну, поскольку там парламентская неприкосновенность. Ну, вот я думаю, что на этих примерах, которые относятся, ну, к самым таким общим вопросам, которые должен, ну, каждый человек, который говорит немножко о коммунизме. Вот эти три этапа. Если он этого не знает, то он, в общем-то, не может быть ни в какой коммунистической партии. Он как бы до него тогда еще не дорос. Первым секретарем ЦК КПСС может быть, как выяснилось из истории. Вот Никита Сергеевич Крущев. В 1961 году с принятием программы, новый, заявлял, что вот теперь вот нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А мы с вами что выяснили? Вот только тут, что с 36-го года жили товарищи при коммунизме. Поэтому правильнее было бы ему сказать, что нынешнее поколение советских людей будет жить при капитализме. Учитывая, что он... Никита Сергеевич, перезвоню, у меня лекция сейчас. Ага, перезвоню. Вот, поэтому и понятно, почему можно было сказать, что нынешнее поколение советских людей будет жить при капитализме. По той простой причине, что все главное для этого было уже при Крущеве сделано. А именно, тезис о классовой борьбе при социализме выброшен. Что главное, так сказать, учение. Учение о классовой борьбе, которое ведется, идет к диктатуре Пальтериата, а диктатуру Пальтериата ведет уже к обществу без классов. Тезис о классовой борьбе выброшен. Ис о диктатуре Пальтериата выброшен. Главное в марксизме выброшено. Без борьбы коммунизм достичь мerna. от мужа классовый, нельзя в том числе освободиться от родимых пятен капитализма, потому что мелкобружазность присутствует и при социализме в виде таких попыток рабочих дать рабочих, а говоря уже о представителе других слоев и классов, дать обществу поменьше и похуже и взять от него и получше, который говорил Ленин. Поэтому, поскольку сделано все необходимое для разложения социализма и подготовлены уже люди, которые вот уже после ухода еще из верхов партии, так сказать, сделали еще один шаг, переориентировали всю экономику на рыночные показатели, на объем реализации, на прибыль. И кто это сделал? Это сделал имец Горбачева Либерман, харьковский. Все это было сделано под видом некоторой гуси якобы, вы видите, правда, летом, когда все отпуска, отпуска уходят, в том числе. Когда выступает сначала Либерман, говорит, надо все на прибыли сориентировать, в том, от имени завителей заводов выступает Кулак, Геннадий Александрович, директор завода имени Свердлова, который теперь благополучно уничтожен в силу победы этой рыночной. Нету больше завода Свердлова. И, я сказать, а директора ведь были настроены, дайте нам с освободить, сейчас они плачут, дайте госзаказ, а раньше только не надо нам задать. Сами на прибыль сами мы решили. И, наконец, Лев Абрамович Леонтьев, третий выступающий в «Правде», дискуссия завершена. Центр-корреспондент Академии на УКСО, дискуссия завершена, в 65-м году проводятся реформы и, так сказать, полным ходом идет развитие рыночных товарных отношений, слом, так сказать, непосредственно общественного производства и создание уже экономической основы, не верхов, и не командных высот, а экономической основы для того, чтобы можно было перейти. Ну а на почве ориентации на рынок, на почве ориентации на прибыль, на стабильность, на объем реализации, рождается целый слой руководителей, хозяйственных, партийных. Они сначала вырастают в экономике, 20 лет проходят с 65-го года до 85-го года, это целое поколение, целое поколение руководителей, у которых в голове только одно – больше денег получить. Характерно, что соратник Горбачева, секретарь ЦК КПСС по экономике, Медведев Вадим Андреевич, он обладал секретарем по идеологии Ленинградского обкома партии с экономического факультета, доктор экономических наук, он написал учебник для системы партийной учебы. Там есть очень интересная иллюстрация, значит. Рисован человек, и у него там, как у индийского башка, там руки и ноги, показывают там прибыль, да, мне сказали, расчет, а вместо головы – рубль, металлический, круглый. И вот целое поколение таких людей, у которых вместо головы рубль выросло, а при Брежневе был призыв, надо, надо в партийный аппарат тех людей из экономики взять инженеров наших, директоров, заводов, вот тех, у которых вместо головы рубль эти люди пришли в партийные аппараты. Вот с этого мы, поэтому к этому времени все было готово к тому, чтобы как облегчение были восприняты, монтаж всех основных. А идеологические наши учреждения, такие как институт, высшая партийная школа, академия общественных наук, это были самые яркие рассадники ревизионизма. Самые яркие. Там самое гнездо было вот этих негодяев, которые порвали с марксизмом ничего общего. Ну, мы должны с вами не просто критиковать, а извлечь из этого урок. Значит, мы должны твердо знать, что мы хотим. Должны понять, что если мы стоим в марксистской точке зрения, значит, мы должны не просто на ней стоять, лежать, а нужно исповедовать науку марксизма. А марксизма на трех китах. Три источника, три составных части марксизма. Это табуретка о трех ногах. Если, значит, у вас нет диалектики, на двух ногах табуретка уже устоять не может. А поскольку без диалектики нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, как написано у Ленина, то вообще у вас только одна вторая, слабенькая такая. Поэтому ни о каком сохранении социализма, удержании, тем более развитии его в полный коммунизм, и речи быть не может. Поэтому хотим мы или не хотим. Если мы, так сказать, где-то ходим около, так сказать, вопроса о революции, о социализме, и считаем себя хоть немножко левыми, значит, должны изучать диалектику. Изучать ее по Гегелю. Хватит изучать диалектику не по Гегелю. Матику не надо по поварским книгам изучать. Не надо. Физику не надо изучать по книгам по химии и так далее. И как мы отмотаться от этого и оправдаться, что, дескать, вот мы не изучаем классовой борьбе. Вот вас в классовой борьбе и побьют. Классовая борьба это не то, что мы только боремся, с нами боремся. Вот если мы не овладели передовой наукой и передовым методом, то с нами будут бороться успешно. Кто у нас есть для этого? У нас есть для этого то, что Россия – это страна, в которой Гегель больше всего напечатал. Около и является дефицитом. Не в том смысле, что вы можете пойти и купить. Не можете вы сейчас пойти и купить. Я вот походил по городу, среди начала нового учебного года, нигде на околоуке Гегеля не продают. Не продают по какой причине? Она, так сказать, такой рыночной такой ценности особенной не имеет. То есть она прибыльна. В том смысле, что одну и ту же науку логики. Перепечатают. Печатают издательство наука. Ну вот я был в этом издательстве наука, ленинградское отделение, это рядом с моей. Работа находится там, сказали, ну вот это надо бы деньги вперед выделить, а так это когда ты соберешь эти деньги, когда ты будешь продавать. А как сейчас в магазине работает? Вот пойдем к книге, работает так. За пол, если вы сдаете туда книгу на продажу, то половину получает там тот, кто сдает, а вторую половину – это сеть. То есть сеть получает столько же, сколько издательство, типография, автор – это все вместе взятые. Сто процентов. Торговая нация. Поэтому и цены на книги. А поэтому такие серьезные книги. Тем не менее, у нас уже на выпущено столько науки логики, что есть библиотеки. В библиотеках есть книги 30-го года, в 37-м году науки. Собрание сочинений вышло геги. Поэтому является это графически. Это раз. Во-вторых, так сказать, вот к нашему, к данному моменту у нас другая. То есть литература в помощь тем, кто хочет взять науку логики. Рекции по философии есть. А я где? А сход-то и краткое есть. В помощь тем, кто самостоятельно занимается. Я хотел бы для доказательства того, что речь идет не о каких-то там высоких материях. Может быть, они послужены, подрудности высокие. По применимости. Это о том, что это вот то, без чего вообще нечего делать вообще. И нечего делать, так сказать, соответственно, в революционном деле, если человек не осваивает это. Ну, например, мы с вами будем чем заниматься? Мертвыми вещами или живыми? Живыми. Обществом. Общественной науки. Маркси. Имеет дело с живой практикой, с живым обществом, с историей, с борьбой среди, с борьбой экономических классов. Так? Все в движении. А как можно, а как можно описать, в каких терминах, как можно перед диалектикой описать и простое изменение? И я поэтому сейчас хочу перейти не от таких более очень содержательных вещей, с которых мы начали, коммунивание, классовое общество, к очень простому понятию. Изменение. Вот здесь сидят люди, которые слышали это слово. И оно всем известно. Я вас спрашиваю, изменение можете сказать, что такое? Сотрудняетесь. Неправильно делаете. Потому что на самом деле получается, что у нас некоторые вещи не продуманы. Но это какие вещи? Вещи, без которых ничего нельзя делать. В нашем мире. Что такое изменение? Вот будем, давайте подойдем к этому диалектически. О чем говорит диалектика? И чем она отличается от формальной логики? В формальной логике какое суждение является определяющим, что а это или а, или не а? Так? А в диалектике? А это обязательно и а, и не а. Одновременно. Поэтому формальная логика никак, так сказать, не укладывается. Никак, простите, диалектическая логика никак не сводится к формальной. Диалектическая логика более высокая, в ней все рассуждения формальной логики используются, но она исходит из противоречивого и приходит противоречивым. Дело с раскрытием противоречий. А в жизни все противоречивое. Есть что-нибудь непротиворечивое? Ничего. А тем не менее, вот уже две тысячи лет люди так бочком-бочком пытаются без этих противоречий, только одной формальной логикой. И думают, что так же они построят и полный коммунизм. Не получается. Потому что, ну, пока еще был переходный период, значит, тут красное, тут белое, тут еще борьба противоположностей какая-то открытая, такое становление. А когда вы берете развитие коммунизма от неразвитого к разному состоянию, это движение от чего к чему? От коммунизма неполного, к полному. Короче, от коммунизма к коммунизму. Точно так же, как, вот, скажем, вы сидите и занимаетесь. Если вы сидите и занимаетесь, то развитие ваше идет не от меня к вам, а от вас. Да, к вам же. Совершенно верно. Вы же развиваетесь. Это развитие. Это у вас, наверное, так. У него от более низкого к более высокому. У него от более его, так сказать, от одного уровня к более высокому уровню. Это развитие. Я его всех вам пытаюсь. Это развитие. А вот это вот развитие. А я же говорю не о передаче знаний. Передача знаний – это одно дело. Человеку можно сколько угодно знаний передавать. Он сам учится. И он его не учит, никого не учит. Все учатся сами. А вот те, кто преподают, те помогают учиться. Вы учитесь или я вас учу? Правильно. Совершенно четкое и ясное понимание. Конечно. А в английском языке даже так говорят – I am a student. Я студент. Не в смысле того, что я студент, а что человек всю свою жизнь, всю свою жизнь, он обучается, я обучающийся. Точно так же, как всякий генерал считает, может сказать, что я солдат. И об этом не забывайте, если он такой порядочный, честный генерал. А не так, что он взлетел и забыл, что он вообще-то солдат по природе своей. Так что такое изменение? Вот вы обучаетесь, да? Очень хорошо. Так вы равны самому себе? Да нет, мы ответим не на один вопрос. Это вы можете сразу на два вопроса отвечать. Вам, тут, наверное, две головы. У меня голова одна. Вы мне ответьте на вопрос, вы равны самому себе или нет? Я не вас спрашиваю, вот вас спрашиваю. Вот человек молодой, может, вы равны, а он, может, не равны. Сравниваем. Мы уже вообще отошли, можно сказать. Мы люди пожилые. Пожилые – это кто такие? Это которые пожили. Все. А вот я обращаюсь к людям, которые сегодня пожили. Особенно их и жалко, так как говорится. Нам-то скажут, ну и что, если что-то тут вдруг, как говорят, конец света произойдет. Конец света – это что такое? У нас был конец света в этом году? У нас уже сколько раз был конец света. Как отключат эти самые электроэнергосистемы? Так, раз света нет. Поэтому у нас, наверное, видимо, большой блокаут был там делать на всю страну. Ну, если что, бать занялся, значит, будет такое. Так, так что, вы равны самому себе или нет? Что значит, это? Я не спрашиваю, то или не то. Я спрашиваю, вы равны самому? Вы можете ответить на вопрос? Вы равны? Это вопрос очень простой. Равны или не равны? Тут два ответа может быть. Равны или не равны? Я вас не спрашиваю, вы слишком много знаете, вот равны вы себе или нет? Допустим, ну слава, допустим. А я бы не допустил на вашем месте, уж если так, потому что если вы равны саму себе, то вся моя лекция, то и дело, да? То есть вот пришел человек на лекцию, настроился слушать, слушал, слушал, и лекция была такая плохая, я же не буду на вас валить ответственность, на себя я беру ответственность. Лекция была такая никчемная, что вот что в начале лекции, то в конце. Вот как он был, такой я был, такой я остался. Такой я был, то есть равен самому себе. То есть если вы только равны самому себе, то значит лекция прошла, и ваше присутствие на лекции прошло впустую. Лекция, да ладно, бог с ней. Но все-таки вы равны самому себе или нет? А все-таки вы равны самому себе. И не допустим, не бездопустим. Потому что если вы не равны самому себе, то вот Владимир Андреевич заготовил, у него есть бланки паспортов, он прямо пишет вам другую фамилию и вперед. Вот. Если вы не равны самому себе, то вы другой человек. Но если другой человек, что же вы выдаёте себя за того, который вы раньше были? Если другой, будьте добры, вот новые документы, и вперед. Второй вопрос вам задаю. А вы не равны самому себе? Признаёте ли вы, что вы не равны самому себе? Признаёте, конечно. Так если вы лекцию всё-таки слушали и думали, так значит, естественно, вы теперь не равны самому себе. А можно ли сказать, что оставаясь равным самому себе, вы не равны самому себе? можно? Или, будучи неравным самому себе, я остаюсь равным самому себе. Что такое вот сейчас мы проделали с вами вместе? Есть вот диалектика. То есть, я же перед этим вас специально предупредил. Предупредил. Тут не то, чтобы я вам какой-нибудь подвох делал. Я объявил, повторяю, что чем отличается диалектическая логика от формальной логики. Формальная логика говорит, про, можно сказать, что или А, или не А. Третьего не дано. А если диалектическая логика, про А можно и нужно и обязательно требуется сказать прямо противоположное, что и А, А одновременно. И вот дошло дело на практике. Я вас спрашиваю, вы равны самому себе? А вы как-то начали так-то уходить? Надо спокойно сказать, равен. Я спрашиваю, а вы не равны самому себе? Что должен сказать? Не равен. Почему вы? Нет, он думал. Ну, правильно. Вот понять, понять по Гегелю означает выразить в понятиях. Если человек так думал, но не выразил, значит, он еще не думал так. Почему? Потому что мысль появляется только в языке и проявляет себя в языке. Мысли вне языка нету. Человеческие. И это не человеческие мысли, конечно. Потому что человеческими мыслями считаются только такие мысли, которые можно передать другому человеку. А если вы не выразили в понятиях, то вы никому не можете передать. А раз вы никому не можете передать, Это мысли еще не... Они носят всеобщей формы, которой обладает язык, и вы другому человеку ее передать не можете. А преданно смотреть можете. Поэтому мы считаем, что вот собаки бывают очень умные, они почти все как бы вроде бы понимают, но сказать... А попугаи могут повторять. Повторять могут, а у них мысли все равно нет. Поэтому этого тоже еще недостаточно. Итого, что мы получили в итоге? Что когда речь идет об изменяющемся нечто, в данном случае вот ясно, что вы изменяетесь, тут никакого не было. Но перед этим было признано, что вообще все меняется. Все. Если речь идет об изменяющемся нечто, то описать изменяющемся нечто, это значит сказать, что оно остается равным самому себе, и при этом оно не равно самому себе. Или оно не равно самому себе, но при этом остается равным самому себе. Так дело до того дошло, что даже Гераклита, древнего философа, искажает и извращает, ну, явно там Маркса, ну, Маркс недавно жил совсем, или Энгельс. Гераклита, говорят, вот Гераклит, он говорил, что я в два раза войти в одну и ту же реку. Хотя диалектика состоит в том, чтобы два утверждения сделать. Два, правильно? А в одном и том же. Что можно войти и нельзя войти. От Гераклита отстригли, это вот то, что как-то не укладывается в головах тех людей, которые не усваивали диалектику, оставили. Что два раза нельзя войти в одну и ту же реку. А что тогда получилось? Что в разные реки надо походить. Ну, так если я сначала в Неву вхожу, потом в Москву реку, потом вхожу в Ангару, так выходит что-то. Какой смысл этих высказываний? Два раза только и можно войти в одну реку. А в разные реки тут о чем вообще-то? Другой смысл, наверное. Да никакого смысла, бессмыслица получается. Почему? Вода ушла в реку. Там же там, я вступаю снова в другую порцию. Вы в эту же реку? Так вы в эту же. Значит, можно, значит, вы сейчас только что подтвердили, что два раза можно в одну и ту же реку вступить. Поэтому одно высказывание должно быть такое. Два раза нельзя вступить в одну и ту же реку, потому что вода уже ушла, у нас уже не так. Но вы это можете сказать только про одну и ту же реку. Что вы вступаете в одну и ту же реку. Потому что слова в одну и ту же можно применить только по отношению к одной реке. А по отношению к разным, как можно сказать, в одну и ту же, когда сначала вы в Ваку, потом в Волгу. Где что-то одна и та же? Река. Поэтому в одну и ту же реку можно дважды, и в одну и ту же реку нельзя вступить дважды. Только эти два высказывания описывают процесс изменения. Только эти два противоположных высказывания. То есть в герметической логике отсутствует закон исключен? Он выбрасывается и заменяется законом ИИ. Вместо так или так он заменяется. Ну вот, например, мы возьмем понятие хорошего человека. Хороший человек – это кто такой? Это тот человек, у которого нет недостатков, или тот человек, у которого есть недостатки? Ну у вас как это полет мыслей вперед. Вы уже всех обгоняете, меня уж точно обогнали. Я еще думаю, есть ли у него недостатки, а вы уже говорите, смотря какие. Уже вы рассматриваете виды недостатков. Ну раз вы рассматриваете виды недостатков, я это понимаю, что значит вы уже само-само считаете, что недостатки есть. Или есть такие люди, у которых нет недостатка? Так, если есть такие люди, против стать и выйти. А? Что такое недостаток? Недостаток это, я правильно понимаю, недостаток, если он во мне. Ну раз тут у всех, я зачем буду брать кого-нибудь, я и с собой ограничиваюсь. Недостаток это мое отрицание во мне, так? А если это мое отрицание во мне ни в чем не проявляется, ни в каких моих действиях, это разве недостаток? Гласите, что это недостаток, это зря я себе приписываю, это самооплевание. И самооплевание. Зачем нам самооплевание, самооплевание? Вы против Ленина выступал против таких вещей? Если это ни в чем не проявляется, значит оно проявляется в действиях. В каких? Ну если я общественный человек, то в каких действиях проявляются мои недостатки? Если я человек общественный, мой недостаток, мое отрицание проявляется в каких действиях? Общественных или антиобщественных? Антиобщественных. Вот. Общественных. А если я совершаю антиобщественные действия, то это что? То что? Это неправильный вывод. Значит, я хороший человек, но у меня, как у всех хороших людей, есть недостатки. И не надо меня представлять врагом социализма. Потому что вот если мы возьмем социалистического человека, первую фазу коммунистов, у него есть недостатки. А в чем выражаются недостатки социалистического человека? В антисоциалистических действиях. Если у вас есть антисоциалистические действия, не надо хватать вас и сажать в тюрьму. А надо стараться, опираясь на ваше позитивное начало. А у вас социалистическое начало позитивное, на ваше целое. Пытаться помогать вам изживать свой недостаток. Как помогает изживать свой недостаток? Партия его помогает. Партия ему ссорит. Вступает в свою партию и сообща, сообща, изживает недостатки. А святых людей, святых, у которых нет недостатков, из них никакие партии не формируются. И наоборот, если человек в партию не входит, и даже в профсоюз не входит, он свои эти недостатки никогда не изживет. И он пропадает. Сколько людей умерло уже из тех, которые, так сказать, ходили из партии или думали, что они вот в это время как-нибудь протянут в одиночку. Знаем таких много. Хороших людей, неплохих. Которые пропали. И пропадали. Вы спрыгнете с 15 этажа и тоже субъективно можете думать, 13 этажей, что хорошо вам. Субъективно думают. Мы сейчас ведь говорим, вы, наверное, не настаиваете на том, что мы должны сойти с позиции объективного рассмотрения на позиции субъективного идеализма. Вот с позиции субъективного идеализма, с эллипсизмом, так он называется, вообще никого тут нет. Есть только я, а все остальные у меня в голове. Поэтому спорить со мной сейчас бесполезно. Потому что вас как бы нет тогда, а есть только я. Это мое ощущение. Такова позиция субъективного идеализма. Поэтому, конечно, мы предполагаем с вами, что уж прежде чем об таких вещах говорить, мы ставим на почву материалистического понимания. Остается теперь разобраться еще в том, если, значит, верно и то, и другое, что нечто, которое изменяется, оно равно самому себе и не равно самому себе. Можно так сделать, вырезать только кусок, который не изменяется в человеке, часть, не изменяется. Ту часть, которая изменяется. Вот у вас как бы есть такой кусок, нельзя ли так сказать, такой, который никак не меняется, и такая часть, которая меняется. Из двух частей вы состоите? А? Или нет? Как? Весь. Правильно. Правильно. Значит, нельзя вырезать. Нельзя. Нельзя сказать, что это вот одна часть не меняется, а вторая меняется. Это разрезание человека антидиалектично. Келовек, он, а, равен самому себе, весь, б, не равен самому себе, весь. Поэтому здесь такие категории, которые нам привычны, кусок, часть, элемент, годятся, которые вы можете, это плохие учебники возьмете по философии, там везде вы прочитаете элементы и структуры, элементы и структуры. Системный анализ, системно-структурный анализ, только один анализ, анализ и разлагает, а синтез будет? Вот у Гегеля есть понятие момента, которое выручает в этом смысле, потому что момент это, нельзя отдельно моменты определить, точно так же, как нет определения класса, классов. Нет определения ножницы. Это ножницы. И есть моменты. Моменты – это противоположные движения в одном движении. Для того, чтобы определить такую категорию, как моменты, есть понятие становления, которое есть в самом начале наукологики, и которое берется как движение перехода бытия в ничто и ничто в бытие. Если вот у вас есть два противоположных движения, было и не стало, и не было и стало, вот это два противоположных момента. Каждый человек, и каждое общество, и каждая партия, и каждое государство, и вселенная находятся в изменяющемся положении, когда есть движение, в хождении, бытие переходящее в ничто и ничто. Это характеристика становления. Так вот, какие же моменты есть в изменении? Этот вопрос легко ответить, но я вас спрашивать не буду, потому что это, так сказать, туда путаться. Я все-таки должен распутываться. Один момент – это момент равенства с собой. У вас есть такой момент равенства? То есть сколько бы вы ни слушали, и как бы вы там не развивались быстро, все равно вы остаетесь равным самому себе. Иначе бы вообще в обучении это было бы совершенно никому не нужно. Я пришел, выучился, меня нет. Зачем такое обучение? Надо нам такое обучение. Поэтому у вас есть момент равенства с собой. И вы весь есть момент равенства с собой. Весь как момент равенства с собой. А с другой стороны, раз идет изменение, а развитие есть тоже изменение. Это более простая просто формировка. Изменение. То значит вы не равны самому себе. Это момент неравенства с собой. То есть в изменяющемся нечто есть два момента. Или можно сказать так, изменяющимся нечто – это единство двух моментов. Момент равенства с собой и момента неравенства. Обычно люди, непривыкшие к диалектической логике, бросают и переходят к следующим делам. Чем отличаются диалектические логики? Они вот, если мысль взяли разбирать, они вот не бегут, как дети, значит, дали им одну куклу, они руки-ноги оторвали, это анализ называется. И синтез уже не сделали, потому что, что, следующий дайте им игрушку, они разломают игрушку, посмотреть, что там внутри. И не занимаются вот этим делом. А мы должны, если взяли за какую-то мысль, додумывать ее. А Ленин говорил, вообще идеологи и политики должны вообще додумывать мысли, додумывать ее. Давайте додумаем. А мы еще название не дали этим моментам. Вот как бы вы назвали момент равенства с собой? Момент равенства с собой. Ну, это я так, просто риторические вопросы даю. Мы лучше посмотрим, как Гегель их называет. Момент равенства с собой называет в науке логики бытие в себе, а момент неравенства с собой называет бытие для иного. Бытие в себе кажется странным таким названием. Странным только потому, что мы это не обдумывали. Если бы мы пообдумывали, то мы бы сказали, что если бы, вот я сейчас выглядел вдруг какой-то зеленый и пришел, и очень грустный. Грустный, потому что у нас в стране капитализм. И несмотря на то, что у нас в стране капитализм, если человек в таком состоянии что-то грустит, он никогда этот капитализм не поборет. Потому что если люди идут в атаку и борются, то у них на лице должна быть не грусть написана, а решимость, правильно? И вот вы посмотрели на меня и сказали, что это вы это, что-то не в себе. Нет, я говорю, я в себе бытие, и выправил свое поражение. В себе бытие. В себе бытие – это равенство с собой. Когда человек не в себе, так в языке. Или, вот я сейчас с вами спокойно говорил, а потом вдруг начал, воспользовавшись тем, что вы намного меня моложе, ну что вы так никак не можете сказать, значит, все-таки это вы равны самому себе или не равны самому себе? И начал скандалить здесь. А вы бы сказали, а что вы выходите из себя? А, действительно, я должен быть в равенстве с собой. Согласитесь, поэтому, что эта формулировка в себе бытие очень точная. И она свое место в языке имеет. Другое дело, что те, кто не изучает логику, они этого не замечают. Это для нас язык – это некий инструмент, которым мы привыкли что-то делать, а зачем нам изучать сам инструмент? Более тренироваться. Как этим инструментом пользоваться? Мы не тренируемся. А спросить человека, что такое изменение, какая-то целая проблема. Надо лекцию читать, чтобы понять, что такое изменение. Тем более, что нам требуется понять в буквальном смысле, чтобы выразить в понятиях. Чтобы это не было такое понимание, чтобы я мог сказать после лекции «Угу». А чтобы я мог после лекции пойти и другому рассказать человеку, что изменяющееся нечто – это нечто, в которое равно самому себе и не равно самому себе. Равенство с собой называется. Момент равенства с собой называется бытием в себе. А момент неравенства с собой называется бытие для иного. «Угу». И всё. Тогда я могу уже сказать по окончании вот этого рассмотрения, что я знаю, что такое изменяющееся нечто. А если я знаю, что такое изменяющееся нечто, наконец-то я вот с этого момента могу всё рассматривать. Это у нас всеобщая категория в науке и логике рассматривается. Диалектики – всеобщая категория. Кто является примером того, что рассматривается в диалектике? Всё. Всё. Всё изменяется. Есть что-нибудь, живой человек изменяется, а мёртвый человек изменяется. Мёртвый человек изменяется. Холодильники придумали, морги – всё равно изменяется. Чёрт всё изменяется. Закопает землю – всё равно изменяется. Потом находит. А тех, которые кости не сильно не делились, говорят мощи. И сейчас мощь. Ничего не осталось, а кости остались. И вот эти мощи возят и возят. Они что, при этом не меняются? Меняются. И, возможно, это не те кости. А, возможно, и те, но в то же время и не те. То есть, они всё равно, видите, бедно преобразуются. А что-нибудь, можно привести какой-то пример того, чтобы не изменилось? Нет. Поэтому. Понятие диалектики. Диалектики. Круто. Вот с этой точки зрения, с чего стоят такие заявления, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. Окончательно. То есть, товарищи, марк-коммунисты, 18 миллионов, складывайте ручки. Ну, раз окончательно. Я правильно понимаю, что можно ничего не делать? Нет. Озербанк. Ну. Или, допустим, газета КПРФ «Советская Россия». Уважаемая. Пишиномика России уничтожена окончательно. Ну, если бы мы в это поверили, то мы бы сказали, ну, конечно, мы, конечно, готовы бороться со социализм. Но если экономика окончательно уже разрушена, то это бессмыслица уже заниматься, бороться. Потому что, как нас говорил Владимир Владимирович Ленин, что коммунизм, социализм вырастают из крупной машинной индустрии. Экономика не просто разрушена, надо восстанавливать. Нет. Она окончательно разрушена, чтобы в это мы не дергались. Чтобы не вздумали даже пошевелиться по восстановлению экономики. То есть, как продумали люди здорово. Это революционеры или это контрреволюционеры там сидят? Это сознательно? Это несознательно. Это люди не соображают, что они пишут. Они же на самом деле отбивают у людей какое бы то ни было настроение борьбы. Потому что, ну, какая же борьба? Если я вот в это вписываю, должен принять за действие, тогда, конечно, ну, какая-то глупость какая-то, это борьба. Уже написали в хорошей газете, в коммунистической парте, что экономика разрушена окончательно. Окончательно победил капитализм в нашей стране. Точно так же ничего не надо делать, как когда говорят, что СССР победил окончательный социализм. Тоже ничего не надо делать. Красота. Молодцы. Или закончился переходный период. Вот я уже иду на снижение. Закончился переходный период. Мы строили коммунизм, да? И вот построили коммунизм. А дальше что должно происходить? Опять строительство коммунизма? Вы же его построили. Что вы опять застроили? Так это опять стройка. То есть грязь везде. Видели стройку, нет? Это непределно. То непочищенное. С другом, значит, неудобства одни сплошные. Леса стоят. И так и будет все время. У нас теперь коммунистические строительства. А когда-то будем мы в этом доме жить, нет? Так вот все идет. Коммунистические строительства, коммунистические строительства. Люди говорят, да хватит уже. А нет, говорят, все, раз строительство заканчиваем, начинаем перестраивать. Одни строители. Одни. Что это за терминология? Вот я должен сказать честную признацию, что я в последнее время над этим задумался, что даже в хорошие времена при Сталине все опять говорили коммунистические строители. А уж при Хрущеве-то вообще иначе и не говорили. А на самом деле о чем должна идти речь? Если вот вы сразу сказали, четко сразу сказали, что если я развиваюсь, то идет развитие от меня, движение от меня к меня. От меня развивается. Теория развития, теория развития означает, что есть антимарктистские концепции развития. Это просто... Больше социализма. Помните, как говорят в Карбасе? Да, антидергия. Больше социализма. Как будто это мука или крупа. Вам подсыпать еще социализма, нет? А, хватит вам уже. Больше социализма. Как может быть больше, когда и так социализм охватил все общество? Как может его больше быть-то? Меньше может быть, а больше-то уж никак не может быть. Что за глупость? Больше социализма. Или то вперед, то назад, то вперед, то назад. Или круговое движение. Весна, лето, осень, зима, весна. Сейчас вот вам стало хорошо, ничего не расстраивайте, не радуйте, скоро будет плохо. А будет плохо, не расстраивайте, скоро будет хорошо. И так, значит, это вот. И так понимается развитие. А развитие, как понимается в диалектике, это борьба противоположная, борьба нового со старым. Непрерывная борьба нового со старым. А после, когда мы поборемся, что будет, дальше будет борьба. А когда еще-то поборемся, что будет, и дальше будет опять борьба. А будет, когда не будет борьбы? Не будет. Потому что развитие идет только через борьбу. И тут надо сказать, что Сталин очень четко описал, что движение вперед идет через борьбу нового со старым. А новое сильнее старого, когда рождается, или слабее? Слабее. А в борьбе побеждает сильнейший или слабейший? А? Значит, когда новая родится, кто его победит? Первый в борьбе. Подойдите. Как у вас полет мысли вперед? Я вот рад, что вы меня обгоняете, но немножко недоволен, что вы все-таки не отвечаете на поставленный вопрос. Вы как вы хотите замазать эту остроту жизни, так все приукрасить, приукрасить, чтобы не было трагедии, чтобы не было никаких драм. Дескать, все будет хорошо. Как же будет хорошо, когда мне голову отвернули? Все же хорошее. Ну, если вы видели, вот идет мамочка, ведет колясочку. Вот это новая, а мамочка это старая. Вы что будете доказывать, что вот это новое сильнее, чем вот это мамочка? Ну, что вы это доказываете? Что говорите-то? Ну, так значит, кто победит-то вначале, если захочет? Старая. Ну, старая. А вот в чем вы правы, это уже следующая мысль только. В чем я прав. Следующая-то мысль. Надо порядок мыслей не перепутывать. Следующая мысль в том, что если это действительно передовое, а не дважды 2-7, невыдуманная глупость какая-то очередная, вроде Горбачевской перестройки, а это действительно новая идея, она в этих поражениях укрепляется. И как тренируются боксеры? Значит, да, конечно, это хорошо, что вы учитесь. Еще поучитесь, что вас били, а вы бы не упали. Вот тут недавно Брикс нашим, так сказать, украинцем Кличко фоксировал. Он говорит, да, какой боксер. Он говорит, вот какой большой человек. Брикс выстоял этот вот шрам, выстоял, а его бил Кличко, а он стоял. Что, если бы хотим в борьбе выстоять, значит, надо уметь держать удары. Он говорит, вот меня бьют. Правильно тебя бьют. Плачешь все время. Тот человек, которого били и побитый, заодно убитого, двух небитых дают. Если мы хотим научиться борьбе, надо относиться к поражениям, как к некоторым урокам. Извлекать из них какие уроки, как надо было себя вести, чтобы выиграть. Если, значит, мало одного урока, второй урок, третий, четвертый, и постепенно это самое новое укрепляется, и тогда что? Когда начинает теснить старое, победоносное идет вперед, и что тогда? Когда появляется то новое, под нашим, вот это вот ваше побеждающее, является старым. И тогда старое успешно дает новое. Я правильно обрисовал? Жизнь и туда есть успешная. И вот кто настроился не на эту борьбу, на мирное шествие по Невскому проспекту, как мы входим в демонстрацию, особенно когда разрешили ее, то тогда он никакого успеха в классе не имеет. И я, вот честно и откровенно говорю по партийному, что ставил свои задачи вот этой лекции, обратить внимание на то, что диалектика нам нужна. Не потому, что это вот что-то такое возвышенная, высокая там, большая наука. Она, конечно, большая, понятная, и трудность имеется в том, чтобы ее овладеть. Но это то, без чего успеха, победы в борьбе, политической, идеологической победить, иметь нельзя. Поэтому это насущная задача наша. Если мы это не будем делать, не будем это делать, не будем изучать, не будем обладевать, мы свои другие, экономические, политические, прочие задачи не решим. Это насущная необходимость сегодняшнего дня. Почему я вырезываю всех присутствующих? Потому, чтобы и эту задачу, так сказать, большевики решили. Какие вопросы, как вы делаете, или что? Перечитываю второй раз, второй раз перечитываю, каждый раз еще чего-то, еще чего-то понимать. Обратите внимание на то, что даже, я думаю, что когда всю диалектику осмыслишь, тогда она полезна. Даже чего-то, кусочек, ну, элемент какой-то, момент какой-то для васа осмыслить, она уже помогает и в жизни, не только там в науке, в революционной деятельности, как правильно думать. Поэтому я хотел бы еще и предложить, предложить неправильное дело. Первый том, в принципе, да, так пособие написано. Подолжите, потому что если без сложной скромности со стороны Михаила Васильевича, нужно признать со стороны Михаила Васильевича. То лучше сейчас, я, по крайней мере, не знаю, подскажите, если вы знаете, человек, который бы знал, знал, знал ее. Знаю, кто лучше, никто не изложил, по крайней мере, в России. Я думаю, что за рубежом у них издача не стоит. Такой возможности. А в издании это будет издано. Хотелось бы попросить Михаила Васильевича продолжить эту работу. Заказ Михаила Васильевича, редактор этой замечательной пособии. Поработайте, Каневашка. Это экономически. Давайте заканчивать занятия. Большое спасибо.